Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 30 декабря, день, когда лежал я себе косички последних волос. Сейчас пытаюсь вручную ножницами довести до ума оставшиеся корешочки, приведеть их в общий интересный стиль какой-нибудь. Блин, как мне жалко. Я изменил свой облик. Я к этому шел. Него Дон Кихот Ломанчевский мне поможет. Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч. Санчо же забрался под своего серого, а с боков заградился доспехами и вьючным седлом. И был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух устрашенных. Впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако же, состояло вот в чем. Несколько человек направлялось в этот час на ярмарку и гнало на продажу более 600 свиней. И вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушил Дон Кихот и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило Санчо возограждение, шибло с ног не только Дон Кихота, но в довершение всего и Рассенанта, и прошлось по рыцарю и его оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их, привели в смятение и повергли на земь седло, доспехи, серого, Рассенанта, Санчо и Дон Кихот. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошлись именно свиньи, это было для него теперь очевидно. Дон Кихот однако же ему сказал, оставь их, мой друг, это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи. Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей, подхватил Санчо, то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучают голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям, родными сыновьями или же близкими родственниками. Тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена. Но в каком таком родстве состоят Кихоты и Панса? Ну ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет. — Спи, Санчо, — молвил Дон Кихот, — ты рожден для того, чтобы спать, я же рожден бодрствовать. В эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале, который я без твоего ведома прошедшей ночью сочинил в уме. Ну что ж, счастья, удачи, любви и успехов встретимся 31 декабря.